Спасибо большое, спешу принести благодарность хозяевам и устроителям замечательной такой встречи и беседы сегодняшней за приглашение и прошу извинения у аудитории, высоко специализированной за такую как бы претенциозную тему. Можно было, конечно, просто Аксаков и Трубецкой, отталкиваясь от формального повода. Это два юбиляра нынешнего года. Три недели назад мы праздновали 150 лет со дня рождения Евгения Николаевича. Но получилось бы очень мало что сказать, а хочется поговорить. В том смысле, как в первом действии бесприданец, если помните, когда Кнуров появляется и слуги обсуждают, что вот он гордо идет по набережной, ни с кем не разговаривает. Иван говорит, ну разговаривать он в Париж ездит. Вот хотелось поехать куда-нибудь поговорить. И тут приглашение такое пришло. Спасибо. Поговорить на тему, если ее прямо указать, то как бы еще более пафосно получится. Единство русской религиозной философии. Или как очень удачно было это схвачено в простых выражениях. Вот в юбилейном докладе в РГГУ 3 октября Алексей Павлович Козырев говорил о Трубецком и издательстве «Путь». Цельность мысли. При том, что рассказывал он о внутреннем противостоянии, вот, так скажем, Трубецкой и Эрн в каких-то интуициях таких религиозных, как бы целая пропасть между ними, но при том вот как бы рождающая динамику. И вот этот вопрос о цельности мысли или преемственности, собственно, как импульс такой, или даже скорее ожог тоже вот на одной конференции московских я услышал доклад «Хомяков и евразийство», где вот как-то бодро так все докладывалось, что вот одна линия, вот как бы все это идет, и на такие попытки возразить, ну как же так, как же так, ведь просто прямые свидетельства у евразийцев, отрицающих славянофильство, как перевод немецкой романтики на русский язык. В конце концов, большего аргумента против евразийства, чем идея шпрахбунда, показывающая, что славянский мир языковым образом разделен на три союза, и на самом деле, так сказать, никакой культурной связи практически нет, более сильного аргумента никто и не дал. Но нет, докладчик как-то говорит, что нет, нет, это все несущественно, что вот одно, хотя мне кажется, что вот сейчас как раз на фоне евразийства можно так неожиданно сказать, думаю, что не согласитесь с этим, но все-таки сказать, что может быть славянофильство – это один из вариантов западничества. Вот 90 лет назад, когда четверо молодых русских эмигрантов сочиняли это в Болгарии, это не очевидно было, скажем, но сейчас это, ну, просто импирика жизни, не знаю, как заметно это в петербургском метро, но приезжайте в московское. И вот эти все какие-то интуиции и переживания заставили таким образом сформулировать тему, ну, позвольте уже непосредственно в это войти. Итак, две цитаты. Мелкий дождь моросит, не переставая, Сыро, мокро, скользко, Серый туман, как войлок облегает небо, Воздух тяжел и удушлив, Холодно, жутко, кругом грязь и слякоть, Земля, как болото, Все рыхло, все лезет в рось, Осень, безотрадно путнику, Но что же внезапно сквозь туманную пелену воздуха Поражает и приковывает, и радует его взор, И как-то свежит и молодит душу, Это озими, это изумруды полей, В черной раме осенней грязи, Это зеленая всходу, Будущие жатвы, молодые ростки, Добрых хлебных зерен. И вторая. Всякому из нас, без сомнения, Приходилось наблюдать оголенные леса Со съеденной листвой В самый разгар жаркого лета. Это работа гусеницы шелкопряда. Весной она вылупливается из яичек, Заложенных у корней деревьев, И поднимается вверх, Жрать листву. Потом, когда леса оголены, Она превращается в куколку, Потом вылупливается в белую бабочку, Бабочка эта, порхая над землей, Переживает один единственный Радостный миг любви, Чтобы затем умереть в жестоких страданиях Над рождающимися из нее яйцами, Которые прикрываются на зиму, Словно шубой, телом бабочки. Потом опять весна, Из яиц рождаются черви, Опять ползают, жрут, Окрыляются, любят и умирают. Куколки, бабочки, черви, Куколки, бабочки, черви И так далее до бесконечности. Первая. Иван Аксаков. Второй. Евгений Трубецкой. Но эта общность Литературного приема, Вот как бы натуральная метафора, Годна разве только для того, Чтобы подчеркнуть Ну, несопоставимость содержаний. Потому что Первая цитата, Это статья Возврат народной жизни Путем самопознания. 61-й год. Где фигура сознания Остается Ну, Неким словом указывающим на то, Что Ну, подразумевается как бы Само собой разумеется. А вторая. Это начало смысла жизни. 18-й год. Где сознание становится предметом, Чего у Аксакова нет нигде. Вот этой специальной философской предметизации Нет нигде. И в этом смысле Как бы сознание в русской жизни, В русской метафизике Выступает как некие Антиподы. Потому что Собственно, Дискурс Трубецкого Это, конечно, метафизика. И это в значительной степени Немецкая Или питающаяся Немецкой традицией Метафизика. И вот Здесь мне хотелось бы Чуть-чуть войти Вот в содержание Чтобы эту оппозицию Как-то Ну, подчеркнуть В теорию сознания Евгения Николаевича Трубецкого Ну, совсем-совсем краешком Это затронуть И С вашего позволения Через призму Педагогических опытов Дело в том, что Несколько лет назад Вот У нас В фонде Братьев Трубецких Мы Еще с одним участником Замечательный педагог Московский Литературовед Критик Переводчик Александр Юрьевич Закуренко Мы решили Ну, вы будете смеяться Конечно Но в ответ На Инициативу Министерства Прекратить Литературу Экзамен по литературе Значит Мы решили Попробовать сделать курс Русская Классическая Религиозно-философская Литература Ну, как бы С дубом Побороться Пободаться В добрых традициях И вот В городе Где я служу Город Венев Тульской области В школе Я попросил Как-то хорошее отношение Мне дали На год Десятиклассников Я вот Кусочек взял Из начала Смысла жизни Просто как образец Ну, прекрасного Литературного текста Дивного Вот С художественной точки зрения Но в то же время С ясным философским содержанием И вот С этого отрывка Мы начинали Про бабочек Куколок Гусеницы Куколок Трубецкой дальше пишет Так дали До бесконечности Вот в наиболее Обнаженном Грубом виде Изображение Жизненного круга Того самого В котором В той или иной форме Вращается на земле Всякая жизнь Он весь целиком Выражается словами Церковной молитвы Земля Иси И в землю Атыдиши И вводит Свой основной Термин Биологизм Биологизм И сверхбиологизм Основную меру Вот с детьми Мы начали Это работать Значит Проходя Вот через Такие фрагменты Эту Феноменологию Как бы Которую Трубецкой Развертывает Четыре уровня Бытия И отсутствие Смысла На каждом из них Что как-то Считается Что книга Смысл жизни Это про то Что смысл жизни Есть А начинается Она как раз Наоборот Что смысла жизни нету И он То есть показывает Вот биологизм Это эмблеба Дальше С бабочками Этими И каждый фрагмент Значит Я детям предлагал Мы обсуждали Понимают Потом они писали Вначале Конечно Очень дружное Было сопротивление Там Тридцать человек Ну из них Человек Десять Как бы Включились И все Стали Писали Да нет Ну как же Есть Смысл жизни Это Как это Цепь Питания Что Теми Те питаются А те Этими Те питаются Ну как На уроках биологиях На учили Потом значит У Трубецкого Следующий Вот фрагмент Где он это Переносит На Хозяйственное Бытие Человека И там Говорит Там тоже Солярный круг И тоже нету Уже Немножко Сопротивление Класса Спадало Но Человек Ну пять Так Еще писали И что Нет Как же Труд там Это же все Нужно Труд пожарников Пожар значит Потушили Труд учителя Значит как-то Они сопротивлялись Потом Третья ступень У Трубецкого Это социальное Культурное Бытие И там Он Основную Вот эту тему Водит Войны Как провал Культуры Остался Один человек Который Пытался Сопротивляться В классе В таком Духе Социал Дарвинизма Мальчик Писал Что нет Война Там Мужество Люди Проявляют Еще не было Войны Все Прослабились Ну а дальше Уже на уровне Религиозного Бытия Где тема Ада Прямо Вводится Как Пародии На смысл Жизни Издевательства Ну там Конечно Все Ну отключились Уже Это выше Было Сознание Детей И поэтому Когда мы Дошли До ключевой Фигуры Трубецкого Когда он Сознание Вводит Он говорит Да Смысла Жизни Нет Жизнь Бессмысл Но я же Это Сознаю Я же Сознаю Что жизнь Бессмысл Уже Как бы Это За пределами Оказалось Опыт С одной Стороны Как бы Неудачный Но в чем То Продуктивный И Это Небольшая Илюстрация К тому Как собственно Сознание В метафизике У Трубецкого Замечательная Формула Очень сожалею Что как-то Она неизвестна Вот это Действительно Формула Философская Сознание Это Орган Откровения Орган Откровения Безусловного Смысла И замысла Божия Бытия И безусловного Смысла Бытия Конечно Ничего Такого У Оксакова Мы не найдем Но вот Интересная Вещь Ведь Смысл жизни Это 18-й год Кстати Обратим Внимание На Цифру В 55 лет Которая Ну С лишним Большим Между Оксаковской Возвратом Народной Жизни Тоже Вот важное Слово Возврат И Трубецкой 18-й год Но Но если Посмотреть То Что в это Время Писал Евгений Николаевич По Публицистике Вот здесь Обнаружится Что Все Оксаковские Темы Живы Все Транслируются Ну И В этом Смысле Трубецкой Вполне Подпадает Под Определение Двух Станов Не Боец Участник Битвы Яростной Но Двух Правого Лева Не Боец Ну Знаменитое Его Определение Социал Бюрократ Социал Бюрократ И Социал Бандиты Вот Кто Нам Управляет Вот Кто Нам Угрожает Его Война И Бюрократ Вполне Сопоставимо С речью Аксакова Против Берлинского Конгресса По эффекту Может Его Не Выслали Просто Потому что Правительство Занято Войной Было Так Быть Прямо Этой Последствием Антигерманские Тезисы Там Он В полемике С Муретовым Различает Германский Национализм И русский Патриотизм И Этот Его Тезис Призыв Убить В себе Внутреннего Немца Как бы Патриотизмом Россия Сильна А Национализмом Слаба При том Что Параллельно В семнадцатом Году То есть Пишется В семнадцатом Выходят Метафизические Предположения Познания О Немецкой Философии О Кантианстве Во время Войны С немцами Значит Вот Вполне Академическая Работа Ну и Наконец Работы О Смысле Войны Крест На Святую Софию Ну это Просто Русско-турецкая Война И оттуда Переданный Этот девиз И вот здесь Мне хотелось бы Если время Еще позволяет Обратиться К первой Из двух Единственных Точек Прямого Соприкосновения Трубецкого Саксакова В Томске Изданные Сергеем Михайловичем Половинкиным Воспоминания Князя Трубецкого Вот замечательная Книга Собраны Все его Разрозненные Тексты Мемуарные И вот Трубецкой Пишет Главка Восточная Война 77-78 Годов Между Нами Мальчуганами Война Была Всепоглощающей Единственной Темой Вокруг Которой Вращались Все Разговоры Статьи И речи Ивана Аксакова В тех Редких Случаях Когда они Печатались Были и у нас Главными Событиями Дня А мысль О водружении Креста На храм Святой Софии Была одной Из самых Популярных В школе И Он Прямо Говорит Что единственный Раз в жизни Он еще раз Переживал Такой же Подъем Вот Как бы Всежизненный Всенародный В 14 Году В начале Когда читали Манифест О Начале Великой Европейской Войны Но есть Еще одна Точка Где он Прямо Упоминает Аксакова И она Как ни странно Философская Это Это Воспоминания О Споре О Разрыве Аксакова С Соловьевым Трубецкой И старший Брат И младший Традиционно Как бы Везде Описаны Последователи Соловьева И вот он Пишет Поворот Соловьева К католицизму Обозначившийся В конце Этих Статей Был для нас Громовым Ударом Мы болезненно Переживали Возникший Вследствие Этого Поворота Раскол В славянофилах В славянофильском Лагере И С великим И с волнением Следили За полемикой Между Соловьевым И Иваном Сергеевичем Аксаковым И в этом вопросе Конечно Трубецкой Последовательный Критик Теократической И филокатолической Утопии Соловьева И в этом отношении В его мировоззрении Философском Религиознофилософском Церковном Одним из оснований Является Наследие Аксакова Вот этот момент Такой Очень внутренне Сложной Динамики И Приемственности Разрывов Связанный С поколениями Русских Мыслителей С таким Сложным Преломлением Славянофильского Наследия Очень неоднозначным В русской Метафизике Этот момент Мне хотелось Подчеркнуть Но в завершении Если позволите Вот буквально Последний Последний Момент Это Ну совершенно Неакадемический Такой прием В ученой Среде Так не принято Но если Вот От смысла Жизни Еще раз 55 лет Отложить То получится Очень любопытный Эффект Мы попадем Прямо в Солженицынский Сборник Из-под глыб 74-й год Ну вернее Даже 73-й Потому что Из 11 статей 9 Датированные Авторские И из них 5 То есть Половина сборника Это 73-й год И там Вот Следующая Вещь Достаточно Любопытная Ну начинается Во-первых Вы помните Солженицынской Работой На возврате Дыхания И сознания Вот это вот Оксаковская Формула Возврат Вот она у Солженицына Просто провозглашена Яркая Вступительная Статья И вторая Знаменитая Образованщина Они как бы Немножко Затеняют Наиболее Такую вот По темам Размышления Над судьбами России Наиболее Славянофильскую Может Солженицынскую Статью Раскаяние И самоограничение И То есть Прямо это Конечно С темой Оксаков И Трубецкой Не сказано Но Вот очень интересно Просто Как Феномен Явления Ну Сознания Уже в относительно Недавнее время Солженицын Дает Мне кажется Это уникальный Какой-то случай Географическое Указание Раскаяния Раскаяния И самоограничение Он говорит Что вот Это религиозное Состояние Покаяния Связано И на уровне Человека Отдельного И на уровне Жизни народа С неким Самоограничением Стеснением С движением Вовнутрь А не вовне И указывает Что это значит Для России Пенега Мезень Печора Но и Лена И вся средняя полоса Сибири Нижняя Обь Таймыр Хатанга Индигирка Колыма Чукотка И Камчатка Тоже Это конечно Знаменитый Волошинский Северо-Восток И вот это движение На северо-восток Солженицын Предлагает Как движение Русского сознания Как движение На котором Жизнь Будет возвращена Ну не знаю Будет ли Следующая Как объявили Хомяковская конференция Следующего года Проводиться В Петербурге Или То есть На северо-западе Или по совету Солженицына На северо-восток Будет перенесена Но Мне хотелось бы Участников Заранее пригласить В Тульскую область В Богучарова В имение Хомякова Где Восстановлен Сохранен Храм Им построенный По его чертежам И И Удивительным образом Солженицын 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 Тема покаяния С этим местом Сомкнулась Рядом С Богучарова Ну буквально Там 10 минут Расположена Тесницкая Это Тульская Бутова Расстрельный полигон Где Вот Тема покаяния Предложена Как Такая Религиозная Возможность Благодарю Вас за внимание Простите Если Злоупотребил Регламентом Спасибо Аплодисменты Аплодисменты Выкину Вопросы Пожалуйста Пожалуйста Слушайте 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 На Слушайте Слушайте Пришли Слушайте Слушайте Есть вот этот вот въезд в Россию на белую планету, на личные пользы. Это тоже какая-то экспансия, в общем-то, не в них заваливанных, ну что ли, ценностей. Я просто помогаю, что, видимо, любому сознанию, может быть, Божьей, может быть, инсультуально, свойственной информации, и релизируем, и с Вольным Гимом, и с Западником, и Евразийским, как вы знаете, сможет. Ну, я не очень понял вопрос, собственно, его как бы и не было. Ваши впечатления... Ну, не знаю, не знаю. Нет, мне просто показалось, что вот если как-то поколенчески, что ли, смотреть на эти идейные течения, то некоторая череда происходит, когда сознание является вот такими общественными деятелями, как Аксаков или Солженицын. И когда оно не только является, но и возникает рефлексия философская по этому поводу, и сознание само, вот сознание национальное или сознание вообще становится неким предметом метафизических, там, антропологических построений. Вот. И, ну, не более того, вот некое такое наблюдение, не знаю, насколько оно ценность имеет исследовательскую, но важно, что оно позволяет видеть или хотя бы попробовать проследить те действительные, очень внутренне разноречивые линии движения, движения, преемства, отталкивания. И это важно, вот мне кажется, что это важно для того, чтобы избежать идеологических таких превращений. Вот. Когда люди сейчас, так сказать, начинают разыгрывать снова, там, ну, давайте вот мы будем западники, а вы будете славянофилы. И возникает очень опасная ситуация имитации, когда то, что некогда переживалось по-настоящему и за что расплачивались по-настоящему, теперь становится такой какой-то постмодернистской эклектикой, лишающей смысла вообще всякие определения. Ну, не знаю, насколько это ответ. Спасибо.